13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Мой сегодняшний гость – юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте eho.kirova.ru ведётся видеотрансляция нашего эфира. Там же можно задать вопросы гостю в форме анонсов. И вопрос есть. Он касается и темы нашего предстоящего эфира, но, наверное, я его задам несколько попозже. Я, честное слово, специально не планировала, но как-то так у нас, Ян Евгеньевич, с вами сходятся звёзды, что мы опять начинаем программу с обсуждения двух людей – Никиты Белых и Алексея Навального. Всё бывает, давайте пообсуждаем. С кого начинаем? С Никиты Юрьевича. С Никиты Юрьевича. Хорошо. Следствие завершило работу по делу экс-губернатора Кировской области, сообщили накануне СМИ. Теперь материалы будут переданы стороне защиты для ознакомления. Никиту Белых обвиняют в том, что на протяжении пяти лет, с 2012 по 2016 годы, он лично и через посредников получал взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Ну, вот такая окончательная формулировка. Наверное, давайте сначала по техническим вещам пройдёмся, да, а потом уже подробнее обо всех остальных вещах. Какое время обычно занимает знакомство обвиняемых с материалами дела? Ну, чёткого лимита временного для того, чтобы обвиняемый подсудимый успел ознакомиться с материалами дела, не устанавливаться, как правило. Закон говорит о том, что это должен быть срок разумный. Безусловно, никто не даст обвиняему затягивать движение и рассмотрение дела на протяжении очень длительного времени, читая материалы. С другой стороны, ну, средняя скорость примерно один том в день. Может быть, быстрее следствие попросят Никиту Юрьевича и защиту ознакомиться. Если я правильно помню, анонсируется, что материалы дела состоят из 30, по-моему, томов. Так много? Ну, я читал просто где-то в интернете вчера, по-моему, как раз на Медузе, по-моему, анонс того, что следствие завершено по делу Никиты Юрьевича, и в ближайшее время он сам и его защитники приступят к ознакомлению с материалами. Вот там видел, что 30 томов примерно. Ну, соответственно, прогнозируют, что примерно где-то месяц ознакомления с делом, я думаю, займёт. Яна Евгеньевича, а как это процедурно происходит? То есть бабочки с делом приносят в камеру к Никите Юрьевичу, он сидит вместе с адвокатами. Нет? Никак это делается. Значит, ознакомление с делом в условиях СИЗО осуществляется не в камере. В каждом следственном изоляторе есть так называемые следственные кабинеты. Никиту Юрьевича провожают туда. Там может присутствовать его адвокат, если они заявят о своём желании совместно ознакомиться с материалами дела. Если такого заявления не будет, то ознакомиться они будут отдельно. Сначала ознакомятся адвокаты, потом Никита Юрьевич. Может быть, это будет последовательно осуществляться. Например, с 8 до 12 дел читает Никита Юрьевич, а с 12 до 4 его защита. Здесь чётких никаких правил не существует. Но, как правило, знакомятся всегда в присутствии стороны защиты, в присутствии своих адвокатов, для того, чтобы оперативно решать те вопросы, которые, как правило, всегда у человека возникают. Соответственно, я думаю, что просто сотрудники суда, сотрудник Следственного комитета, который вёл дело вместе с материалами, будут приезжать в следственный изолятор, где содержится Никита Юрьевич, и в их присутствии он будет знакомиться с материалами. Будут выдавать по тому, по два. Он сможет возвращаться к ранее прочимым материалам. Другой вопрос о том, что средняя скорость ознакомления составляет примерно один том в день. То есть происходит это всё обязательно в присутствии сотрудников Следственного комитета? Безусловно. С тем, чтобы исключить возможность порчи материалов, такое бывает в практике, причём нередко с тем, чтобы не возникала необходимость вновь проведения каких-либо следственных действий. Как это? Ну, можно же вырвать из материала в дело какой-нибудь листочек, уничтожить его, залить черними. Съесть? Съесть, порвать. Да бывает такое. Даже целые дела, бывает, похищают из помещений прокуратуры, следственных отделов. Исчезают они? Ну, исчезают, да, и потом следствию приходится длительное время дополнительно работать и восстанавливать эти материалы. Понятно. Ещё вопрос. В процессе знакомства с материалами защита обычно что делает? То есть определяет список свидетелей, которые могут потребоваться? Безусловно. Она вырабатывает тактику своего поведения в судебном процессе. То есть она знакомится в полном объёме с теми доказательствами, которые представлены в материалах дела стороной обвинения Следственным комитетом. Анализирует достаточность этих доказательств, вырабатывает свою стратегию и тактику, определяет список тех лиц, кого они пожелают пригласить в суд в качестве свидетелей со стороны защиты. Заявляет, может быть, дополнительные какие-то ходатайства. После того, как подписаны протоколы об ознакомлении с материалами дела, рассмотрены последние процессуальные ходатайства, дело уходит уже непосредственно в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и далее в суд. То есть мы можем предположить, что где-то к маю месяцу будет известна дата первого заседания судебного. Да, где-нибудь к середине-концу мая что-то будет уже известно. Так, а судебный процесс мы можем ориентировочно хотя бы сказать, сколько времени займет? Тридцать томов. Это же все начитывается, насколько я понимаю, в ходе судебного заседания. Ну да, безусловно. Плюс показания свидетелей заслушаем. Вот что-то мне подсказывает, что свидетелей не очень много будет в данном деле. Насколько я понимаю ситуацию, я фактически все дело строится на показаниях исключительно одного человека. Это Юрия Зудхаймера. А, но еще же есть Лорицкий. Ну, про него отдельно. Все-таки, на мой взгляд, основными показаниями, которые позволили следствию обвинить Никиту Юрьевича Белых в совершении столь тяжкого преступления, являются показания господина Зудхаймера. Ведь именно на встрече с ней в лотоплазе Никита Юрьевича был задержан. Взят с поличным, как говорится, да? Да. Вот. И помимо той суммы денег, которая была обнаружена непосредственно 24 июня 2016 года, значит, речь идет о том, что на протяжении еще длительного времени до этого момента господин Зудхаймер точно так же передавал лично и через посредников Белых еще какие-то деньги. То есть, все равно ключевой-то свидетель здесь именно он. Вот. Поэтому я не думаю, что свидетелей будет так много, как в процессе Алексея Анатольевича Навального в первом, который тянулся столь длительное время. Я думаю, что потребуется на весь этот процесс, ну, не больше где-то двух недель. Две недели всего? Так быстро? Ну, а чего тут долго-то? Ну, я вообще на самом деле поражена. Тридцать томов в две недели? Это какая-то невиданная скорость. Это небольшое дело, что, Господи, тридцать томов – это немного. Есть дела, которые состоят из сотен томов. И ознакомление с ними, уверяю вас, происходит не годами, а точно так же в весьма сжатые сроки. То есть, мы можем предполагать, что к 24 июня… Ну, летом, летом, летом. То есть, я думаю, что этим летом… Да, мы будем знать и те, фактически, обстоятельства, на которых ссылается сторона обвинения. И, наконец-то, услышим, чего я лично очень жду, например. Для каких же все-таки целей Никита Юрьевич получал от господина Зутхаймера столь большую сумму наличных денежных средств? Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Вернемся через минуту и немножечко еще поговорим про это. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что слушаем особое мнение юриста Яна Чеботарева. Говорим с Яном Евгеньевичем на тему, которая, наверное, лучше него, которую никто не прокомментирует. Это история с Никитой Белых и информация о том, что следствие завершило работу по его уголовному делу. Немножко продолжим. Я еще хотела вас спросить вот о чем. Незадолго до сегодняшнего нашего эфира и незадолго до заседания по мере пресечения Никите Юрьевичу, это, по-моему, было 22 марта, выяснилось, что следствие завело еще одно уголовное дело в отношении Никиты Белых. Речь шла о передаче взятки, насколько я помню, в 200 тысяч евро. Информация была озвучена фактически на заседании по мере пресечения. Говорилось, что дело было заведено за несколько дней фактически. До этого объединено с первым. Адвокаты заявляли, что у следствия информация об этом факте якобы была еще осенью или чуть ли не летом в момент задержания. И им было непонятно, зачем так долго тянули и почему вы озвучили именно в этот момент. Я правильно понимаю, связано это с тем, что не хотели Никиту Белых выпускать из СИЗО? Ну, может быть, да. Но сейчас мы с вами просто начинаем уже, Аня, углубляться в вопросы предположений. Как бывший следователь могу предположить, что в этом, да, действительно была определенная тактическая задумка. То есть держат в запасе какие-то вещи, да? Всегда, да. Всегда. На сленге это называется «крепить». Так. Подкрепляют дело таким образом. Согласен, что здесь есть странность какого рода. Если деяние было одно, наказание предусмотрено одно. Если деяние совершалось, повторялось неоднократно, фактически означает, что Белых, по мнению следствия, совершил два преступления. Безусловно, наказание будет гораздо более жестким. Так как преступление совершалось неоднократно. Значит, здесь уже пойдет совокупность преступлений, и наказания будет больше. И, соответственно, это характеризует Никита Юрьевича с далеко не лучшей стороны в глазах грядущего суда. Не знаю, насколько обоснованно вменяется ему подобного рода деяние. Все-таки взятка достаточно тяжело раскрываемое преступление. И, как правило, если человек не был пойман за руку в момент передачи, доказать что-то весьма проблематично. Я почему говорю о том, что, скорее всего, все дело, что первое, что второе, строится исключительно на показаниях одного человека, то есть того человека, кто его словам передавал какие-то деньги непосредственно Белых. — Ян Евгеньевич, еще такой вопрос, последний, наверное, и закроем временно эту тему. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла из всего, что Вы рассказывали, что до момента нынешнего защита Никиты Белых не имела доступа к материалам следствия? — Конечно. — Не имела. По закону она имела возможность получать только те материалы, только тех следственных действий, в которых непосредственно участвовал сам Никита Юрьевич Белых. Например, если проводились какие-то очные ставки, естественно, сторона защиты присутствовала при их проведении и могла рассчитывать на получение протокола этой очной ставки. Если проводились допросы Белых Никиты Юрьевича, естественно, сторона защиты получала эти материалы. А вот все остальное, то есть показания этого же господина Зутхаймера, показания господина Лорицкого, показания, возможно, иных каких-то свидетелей, может быть, материалы оперативных мероприятий. Я уверен, что в деле Белых будут представлены материалы так называемой прослушки, наверняка. Все подобного рода материалы сторона защиты получает, как правило, только лишь тогда, когда знакомится с материалами дела по окончанию фактически уже всего следствия. Законодатель сознательно ограничивает доступ обвиняемого, подозреваемого к подобного рода материалам для того, чтобы сделать невозможным перекраивание позиций защиты. Естественно, что зная, на чем строится обвинение, обвиняемый, даже находясь в условиях достаточно жесткой изоляции в следственном изоляторе, через своих друзей, знакомых, через адвокатов, может попытаться как-то оказать воздействие на этих же свидетелей, как-то подобрать дополнительные аргументы, с помощью которых защищаться и препятствовать установлению истины. То есть это разумно, конечно. Но это мы сейчас не про Никиту Белых говорим, а в целом про обвиняемых, да? У меня вопрос более конкретный тогда. А к аудиозаписи, которая велась, насколько я понимаю, в момент передачи денег в московской гостинице, защита Никиты Белых имела доступ? Я не уверен, что подобного рода аудиозапись... Должна была или нет? Вот еще раз, смотрите. Значит, аудио, видеозапись, материалы прослушек, наружного наблюдения, да чего угодно, безусловно, могут иметь место быть. Но что конкретно помещать в уголовное дело, на чем конкретно строить обвинение, решает все-таки следствие. Соответственно, если следствие сочтет для себя о том, что и без подобного рода материалов, фиксирующих весь разговор с Ульхаймером и Белых, без иных каких-то материалов, вина Никиты Юрьевича доказана, но этих материалов не увидит никто. А защита может настаивать на том, чтобы они были представлены в суде? Настаивать защита может, безусловно. Но решение принимает суд? Но решение принимает суд и следствие. А вдруг этих материалов нет? Вдруг пленки размагнительлись, либо флешки сломались? Да, бывает же такое у нас. Очень часто погибают нужные для страны защиты материалы, с помощью которых можно попытаться как-то позащищать человека, несправедливо обвиненного в чем-либо. Мы это видели и по Болотной, и по этому же пресловутому ДТП с участием господина Игнатьяна, где далеко не все материалы нашлись и были представлены в материалах уголовного дела. Да много таких случаев. У меня вопрос, связанный с аудиозаписью, следующий. Основываясь на этой аудиозаписи, адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов, РИА Новости приводит его слова, сообщил, что деньги 150 тысяч Никиты Белых получал на нужды российского военно-исторического общества. Вот, честно говоря, немного напрягает этот разнобой версии, хотя я понимаю, что озвучивали версии не только страна защиты, да, но и следствие озвучивало версии. То есть там было несколько вариантов на храм, на нужды города, на нужды города перед выборами. Теперь вот военно-историческое общество, которое, кстати говоря, уже опровергло. Ну, понятно. С точки зрения того обвинения в получении взятки, которое предъявлено Никите Юрьевичу, не имеет никакого правового значения, куда он намеревался данные денежные средства из расхода. На храм, на ремонт всех дорог в городе Кирове, на военно-историческое общество, либо на поддержку каких-то похвальных молодёжных инициатив. Без разницы. Взятка есть незаконное денежное вознаграждение за какое-либо деяние, действие или бездействие. Ведь если сторона защиты... Законное или незаконное, как говорится, да. Не имеет права с точки зрения действующего законодательства чиновник столь высокого уровня, да любой чиновник. Брать наличные деньги. Брать наличные деньги от граждан всё равно за что. За законные действия не имеет права, потому что ему за это платит государство. За незаконные тем более не имеет права, потому что тем самым он ещё и нарушает кучу других нормативных актов. В данном случае я вижу просто, что сторона защиты фактически признаёт сам по себе факт получения вот этого непонятного денежного вознаграждения от господина Зотхаймера. То есть факт передачи денег признан? Ну да, это нехорошо, и у меня сразу возникают сомнения в перспективах рассмотрения данного дела в суде. Это неопытность адвокатов или что это может быть? Да, скорее всего, это очень хорошая подготовка со стороны Следственного комитета. Ведь этот же адвокат точно так же не может выстраивать версию защиты, руководствуясь только лишь какими-то своими фантазиями. Он всё равно понимает прекрасно, потому что если это дело дойдёт до суда, любая фантазия, которую он поведает общественности, зафиксирует в протоколах, она будет опровергнута. И ведь это же не его честное имя пострадает адвокат, это пострадают интересы этого же Биллах, потому что протокол это подписывает он. Соответственно, суд, рассматривая дело, просто будет видеть, что у человека нет никакой единой нормальной версии, он не может никак объяснить, более того, он врёт и выкручивается. Естественно, что никаких бонусов... Выглядит это настораживающе. Настораживающе бонусов это никаких Никите Юрьевичу, безусловно, не принесёт. Если бы Зудхаймер хотел действительно как-то помочь военно-историческому обществу, либо построить храм, и Никита Юрьевич даже, пользуясь своим авторитетом, рекомендовал бы ему это сделать, но они могли сделать это совершенно законно, через банковские счета в виде пожертвования, тогда бы эти деньги просто могли быть проконтролированы. А всё-таки вот этот мешок налички, это самый-самый-самый туманный, непонятный факт, который в настоящем почему-то нам не объяснён. Ну, будем надеяться, что в процессе рассмотрения дела в суде, да, мы узнаем это. Перспективы, я думаю, что сейчас, наверное, обсуждать ещё рано, посмотрим, что будет. Ну, мои коллеги говорят о том, что они считают, что срок наказания от 6 до 8 лет. И реального наказания неусловно? Безусловно, безусловно. Здесь об условном наказании речь не пойдёт, с учётом того, что Никита Юрьевич уже скоро год, как содержится в следственном изоляторе, соответственно, он уже лишён свободы. При таких обстоятельствах условный срок, как правило, не дают. Ну, будем посмотреть, что называется, да, как будут развиваться события. Давайте перейдём к теме Навального, точнее, к теме митингов антикоррупционных, которые прошли у нас в минувшее воскресенье. Мы с вами, когда тему предварительного эфира обсуждали, вы мне сказали, человек-то оказался провокатором. Почему? Ну, вот вы знаете, я до сих пор не могу сформировать для себя своего даже отношения к персоне и к личности господина Навального. С одной стороны, безусловно, информирование общественности о разного рода странностях, которые фонд по борьбе с коррупцией усматривает в действиях высших должностных лиц, это абсолютно благое начинание. Это делать надо. Другой вопрос о том, что господин Навальный, являясь всё-таки дипломированным юристом, и он даже когда-то являлся представителем адвокатского сообщества, призывая людей к подобного рода проявлениям своего мнения, должен был всё-таки отдавать себе отчёт, что его позиция о том, что мы здесь просто гуляем, что подобного рода митинг, а это всё-таки действительный митинг, на мой взгляд, был, не нуждается в каком-то согласовании, что он априори является разрешённым, согласованным. Но они просили ведь разрешение, не дали, я так понимаю. Это вопросы уже юридической оценки действий администрации тех районов, городов, где эти митинги проводились. Просто меня настораживает, может быть, я просто мягкотелый интеллигент, чёрт возьми, я тебе правду скажу. Меня настораживает то, что в настоящий момент заведено уголовное дело по достаточно тяжёлым статьям, о том, что задержана масса людей, большинство из которых, в отличие от господина Навального, не имеют того веса, авторитета в европейском суде по правам человека в глазах общественности. То есть никто за них не заступит, если что. Да. Вот меня это настораживает. Их так много, что никто за них не заступит. Возможно. Меня это настораживает. Ведь на самом деле, я абсолютно согласен с массой моих друзей, с массой журналистов, о том, что власть вела себя, на мой взгляд, омерзительно при проведении подобного рода митингов 26 марта. Но в этом виноват в том числе и Алексей Анатольевич. Потому что с него, простите, как сгуща вода. Во-первых, мне откровенно странно, почему при столь активной позиции, которую он занимает, при тех обвинениях, которые в его адрес выдвигались и выдвигаются регулярно, он до сих пор имеет возможность свободно перемещаться по России и организовывать подобные роды протестные акции, при том, что люди за гораздо менее тяжкие проступки отправляются в места не столь отдаленные. Вы думаете, преференции имеет какие-то Навальный? Вот, к сожалению, это, наверное, одна из версий, которая мне представляется весьма очевидной. Вот я считаю, лично я, это мое субъективное, сугубо оценочное мнение, что господин Навальный все-таки является, ну, не штатным, конечно, сотрудником, но интерес в его персоне, у этой же власти, которую он критикует, безусловно, есть. Ну, как минимум, он создает видимость того, что в России не дольше один политик, Владимир Владимирович Путин. Да, отдушина какая-то есть. То есть я по большому счету, на самом деле, очень боюсь повторения... Болотного дела? Нет, я очень боюсь повторения на 1917-го года, столетия которого... Я думаю, до этого не дойдет. Да это Бог. Да это Бог. Я прошу прощения, мы сейчас должны сделать небольшую паузу, уходим на рекламу на две минуты и вернемся. Ян Чеботарев у нас в гостях. Особое мнение Яна Чеботарева продолжается. Напомню, остановились мы на теме митинга 26 марта. Ян Евгеньевич сказал, что очень опасается повторения событий столетней давности в России. Почему? Ну, именно потому что, простите, я вижу, что деятельность господина Навального фактически сводится не к попыткам реформировать наше государство. Я лично считаю, что его можно реформировать. Господин Навальный призывает фактически к уничтожению государства. Он говорит о том, что вся система прогнила настолько, что ее можно только смести. И на месте строить уже что-то новое. Мне реально страшно. Почему? Потому что я вижу, что сейчас на этот же митинг пришло достаточно большое количество молодежи. С одной стороны, это хорошо, когда подрастающее поколение проявляет интерес к судьбе своей Родины. И некую гражданскую позицию. Да, это очень хорошо. С другой стороны, к сожалению, у нашей с вами молодежи, подрастающего поколения, пока еще нет на самом деле того жизненного опыта, который есть у нас с вами. И даже у господина Навального. И я бы очень не хотел, чтобы возможное благосостояние господина Навального, либо его политические амбиции реализовывались на крови и костях тех молодых людей, которых он сейчас призывает сначала разбрасывать кроссовки, выходить на несанкционированные митинги, шествия, пикеты и так далее, кончится может очень плохо. Начиная от административных правонарушений, протоколов, административных арестов, кончая, простите, посадками, выбитыми зубами при столкновении с силами правопорядка и прочее, прочее, прочее. То есть я все-таки здесь, может быть, на самом деле гнилой российский интеллигент, но тем не менее я призываю хорошо думать перед тем, как пытаться устраивать какие-то подобного рода силовые акции. Ян Евгеньевич, но там, если посмотреть видеоматериалы как таковых силовых акций со стороны участников, шествий, митингов, не знаю, как это назвать, их не было. Слава Богу. Значит, речь ведь идет, я почитываю блог господина Навального, почитываю твиттер господина Навального. Он ведь говорит о чем? О том, что это первый шаг. О том, что это система... То есть у погромов обоцаетесь? Я опасаюсь того, что та же Болотная, например, повторится в гораздо больших масштабах. Я опасаюсь того, что вернутся события 2003 года. Ну, извините, но достаточно двух-трех десятков обезбашенных людей с металлическими прутьями, палками, упаси бог, травматическими пистолетами и прочее-прочее. И что у нас? Стрельба начнется... А выход тогда какой? Какой выход? Вообще не ходить на массовые акции, не организовывать их, не делать? Ну, все-таки я считаю о том, что какая бы власть у нас ни была, как бы она ни была коррумпирована, надо пытаться все-таки реформировать ее. Надо пытаться согласовывать. Есть возможность. Вот вам Киров яркий пример. Так. Вот в этой части, вот нам лично, кировчанам, честь и хвала. Все прошло нормально, митинг согласовали. А вы были там? Я мимо проезжал, я работал в этот день. Значит, митинг согласовали, люди собрались, выразили свою позицию, приняли резолюцию. Прекрасно. Что, кого-то задержали? Нет. Но у нас был согласованный митинг. Ну, так возникает вопрос. Если наши власти, наши власти кировские, адекватно отнеслись к пожеланиям организаторов этого действия, выделили площадку, представили возможность, я ведь точно так же вижу о том, что сам господин Навальный говорит о том, что да, нам согласовали сокольники. Я видел эту видеотрансляцию, которая велась на сайте Навального. Они предлагали эту площадку в Сокольниках. Но не самый край Москвы, честно говоря. Не самый край Москвы. Вот почему господин Навальный, который призывает всех к построению правового государства, говорит о том, что при его президентстве, флаг ему в руки, значит, Россия будет жить только на основании закона, считает возможным свое «я» и свое хотение ставить выше каких-то других норм, правил, пожеланий других людей. Вот я этого не понимаю. Чего ему медом на Тверской было намазано на Пушкинской площади? Ну, мне кажется, человек считает, что в этом государстве он имеет право выйти на улицу в другом месте. Прекрасно. А другой человек захочет на Красной площади костры пожечь, либо, не знаю, там, нацистские свастики прессовать. Нет, ну подождите, нацистские свастики запрещены, разжигание костров на Красной площади тоже. А просто находиться на Тверской, не размахивая плакатами, не крича, не оскорбляя никого, мне кажется, не запрещено пока российским законам. Это уловка. Ведь сам господин Навальный говорит о том, что я прекрасно понимаю, что я организую массовую акцию, что я вывожу на Тверскую большое количество людей, но мы будем говорить о том, что мы просто гуляем. Но это же уловка. Это любому юристу это видно. И любой человек, который непредвзято на эту ситуацию посмотрит, точно так же увидит, что просто господин Навальный пытается замаскировать действительный смысл данной акции под какое-то действие, не нуждающееся в согласовании. Безусловно, если я приду сегодня на Тверскую площадь вечером с супругой один, не знаю, просто погулять, подышать воздухом. Не надо этого согласовывать, безусловно. Если я в сети интернет кину клич через своих сторонников, друзей, знакомых, нагоню на эту театральную площадь 250 тысяч человек, которые... А митинги на театральной площади, Ян Евгеньевич, не разрешили сегодня. Слышал, слышал я ваш эфир. Это же фактически будет митинг. Мы будем кричать, мы будем фактически обходить закон, а у нас как раз нормы нашего права, нашего родного российского законодательства говорят о чем? О том, что не допускается злоупотребление правом в любой форме. О том, что невозможно, нельзя извращать право таким образом, чтобы получать какие-то льготы и преимущества даже в каких-то пробелах в этом праве. Хорошо. Давайте с темой митингов, наверное, все-таки немножечко свернем, потому что времени остается совсем чуть-чуть, а вопрос есть важный. Вы наверняка слышали о том, что опубликованы информации о виновнике гибели женщины от схода губы снега на Преображенской. Следствие заявляет о том, что это управляющая компания все-таки Ленинского района, а не так, как сообщалось ранее. Сейчас вопрос, наверное, в следующем. Я понимаю так, что вы эту тему с Владимиром обсуждали, с Митаниным некоторое время назад подробно. Что может грозить руководству управляющей компании? Какие юридические последствия и правовые? И вообще кому из руководства? Потому что Дмитрий Никулин, который возглавлял управляющую компанию Ленинского района до последнего времени, не так давно уволился. В этой части следствие будет рассматривать, кто является виновным лицом за произошедшее на момент совершения преступления. То есть на тот момент, когда этот снег сошел и причинил травму женщине смертельную. Фактически последующее увольнение никакого правового значения не имеет вообще. Говорить о том, кто из руководства управляющей компании будет привлечен к ответственности, на мой взгляд, пока рано. Обычно в таких случаях, я так понимаю, привлекают все-таки не руководители организации, а привлекают подрядчика, мастера, который отвечал непосредственно за этот участок. Все зависит от чего. Не существует четкого алгоритма выявления виновных лиц. То есть следствие определяется с тем, что явилось первой причиной падения вот этой ледышки. Не была почищена крыша. Почему она не была почищена? Директор не согласовал, не выдал распоряжения. Либо какой-то мастер, либо какой-то менеджер не довел распоряжение директора непосредственно до своих подчиненных и не организовал его выполнение. Соответственно, я думаю, что здесь следствие разберется. На самом деле, это не очень сложно. Я думаю, что уже, наверное, изъяты и следствием получены все документы, регламентирующие деятельность управленной компанией. Уже понятно, когда эта кровля в последний раз чистилась, когда должна была чиститься, кто за это отвечал, и в связи ни с чем, и по чьей халатности она не была своевременно очищена, либо хотя бы не ограждены были пути доступа к этой непочищенной крови. Я думаю, что в ближайшее время, буквально, наверное, недели-полторы, дней, десять, мы узнаем уже непосредственно о том, кого конкретно следствие рассматривает в качестве виновного лица. Понятно. Спасибо Яну Чеботареву, юристу, который был с нами сегодня в особом мнении, Яна Лапшина, обращаюсь с вами, Яна Евгеньевич, спасибо еще раз и до свидания. До свидания.